друзья всем привет мы сегодня в новом обновленном инкубаторе мы сегодня мы не о нем хотели рассказать если вам вообще интересна эта тема по поводу вот что мы сделали для чего какие решения применили пишите в комментариях под этим видео ставьте лайк если будет достаточно количеством лайков и мы увидим комментарии что вам эта тема интересна мы запишем отдельный ролик а сегодня мы хотели вам рассказать елена хотела вам рассказать о нецелевом использовании этого помещения видите что здесь висит закуска для вот этого продукта специального назначения это помещение уже было оговорено что будет использовано в том числе для производства напитков специального назначения но об этом мы поговорим если хотите опять-таки отдельно кстати что задеть яйца наших амироу кашечек и грудь галашей к кучинскими и я имею ввиду помесь галашей к под кучинским петухом и несколько яичек от чернушки посмотрим что будет галашей к кучинками и эти чернушечные яйца это на мясо птица она умер у кашек у меня поступил заказ вот я отбирала это то что отобрано уже это не пойдет инкубация а вот эти у меня идеал очки идут в инкубации и он сейчас вот инкубатор доведем до нужной температуры и поехали ладно давай вкусно давая мисс прошло двое суток и я хочу посмотреть что из себя теперь представляет наша индейка что у нас получилось за двое суток вообще читала что сейчас обнулим тару больше двух с половиной суток в принципе солить мясо нет не имеет смысла никакого и не нужно посмотрим насколько это уменьшилось смотрите там где у нас со специями куски там и соль покрасилась другого цвета стала это у нас с вами одна из частей загона грудь и вторая часть из загона грудь вот она кстати тоже кусок не толстый не как в прошлом году делала ногу там были гораздо массивнее мне кажется куски так видно вам кило 484 ну маловато потеряла до из кило 650 вот за двое суток ну что запишем да так давайте запишем вторые двое суток в соли завалено полностью она весит 4 тысячу четыреста восемьдесят семь грамм я думаю что я еще оставлю наверное да хотя бы на сутки так бедро у нас было семьсот четырнадцать грамм сейчас у нас бедро шестьсот семьдесят восемь грамм запишем шестьсот семьдесят восемь грамм потери есть но незначительные на мой взгляд незначительные может быть нам надо соль поменять на более сухую ну конечно такой объем менять это тяжковато тяжковато друзья как работает эта конструкция для меня пока остается неизменным ой соль совсем сырая смотрите даже влага видите стоит хотя лист здесь лежит бумага лист тоже мокрый а ячейка блин сухая вот тебе и все лист держит эту соль и в соли держит влагу не уходит она вниз я сняла мясо и чуть-чуть верхнего слоя более-менее нормальной соли всю влажную соль вместе с листом я упакала в пакет и выбросила просто на ячейке лежит сейчас старая соль я все засыпала ею на нее положила мясо другой стороны перевернув и засыплю еще сухой солью вот эту сухая соль сверху и еще сухой сейчас застываю короче завод по производству соли мне явно должен за такие рецепты с мясом с выгола та же самая история вам видно 1273 вот и посмотрим как у нас дела с тряпкой обстоят одноразовое полотенце вот смотрите видите там сырость какая прям лужа но полотенце промокает из влагу пускает внутрь вам видите водичка так что если будете использовать полотенце думаю лучше здесь про подходит чем бумага это мясо мы сделаем с вами по-другому куски здесь поуже поменьше один со специями 2 без и сейчас я уже буду их вымачивать заведу на каждый кусок отдельную карточку потому что их судьба различна с вот этого куска я смыла специи как говорят они уже свое отработали кусок видите более такой нечищенный и более чистый кусок у нас был без специй посмотрим потом сравним по вкусу может быть есть какое-то влияние на сушку скорость высухания этого мяса бедро же так как имеет косточку я его все равно положила в соль и она будет у меня еще сутки солиться потому что бедро с костью кость должна просолиться вот это самое главное хотя бедрышко маленькая думаю завтра что я тоже уже буду их вытаскивать из соли и так в итоге у меня мясо пролежало три часа с постоянно меняющейся воде меняла я воду примерно раз в 20 минут раз в полчаса и в итоге завернула в полотенце оба кусочка и поставила под вот такой вот пресс видите на час и в общем у меня куски достаточно хорошо стекли после чего я их без какой-либо укрывашки положила вот на такую подставочку и сунула в холодильник в холодильнике они мне отлежали еще часок посмотрите вот насколько они сухие видите но практически совсем то есть влаги никакой на них приобретенный в воде там или еще в чем-то нет куски прям вот такие сейчас будем их обваливать в специях и бинтовать я в порядке просто что называется живую очередь и возьму чайную ложку кориандра прованские травы я возьму прованских трав я возьму прилично 12 что у нас с вами в прованских травах значит так у нас там базилик майран орегано розмарин тимьян который тот же самый что и чабрец да вот сколько я сделала две ложечки у нас два кусочка приличных наверное я возьму три да наверное я возьму все да что там мелочиться дальше я возьму все таки ложку мели-сунели спиция очень специфическая и достаточно сильная поэтому как бы сами тоже тут контролируйте паприку молотую я возьму целую ложку прямо вот такую с горкой даже и перец красный красный перец достаточно острый он острее даже черного поэтому ну на мой взгляд поэтому я вот стульчика возьму не так уж чтобы очень сильно главное его распределить поаккуратнее так как смесь перцев всегда дает хороший эффект я добавлю еще черного перца на где у нас с вами черный перец перца черного могу и ложку взять без горки вот такой ночь небольшой горочка так теперь мы все все это дело перемешиваем вообще говоря что чтобы раскрылись специи их следовало бы пожарить также это помогает в смысле дезинфекции специй то есть если на них есть какие-то патогены грибы еще такое что-то дело все умертвится но мне жарить если честно никуда но я думаю что можно было бы ну уж все нет 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 жарить Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такая засолка Весы по нулям отжали полотенцем И взвешиваем 636 грамм Вот от него карточка Записываем 636 грамм Это 3 сутки Процентик я посчитаю Было 678 Вот мне почему-то кажется, что он потерял Вот в этой влажной все-таки снизу солью Меньше чем то ведро, которое засаливали Полностью все заново сухим Сухой солью Скорее всего мясо еще за 2 часа В общем в воде В вымачивании В принципе еще наберет воды Немножко веса прибавит Но пока мы взвешиваем куски Просто ополоснутые Под каким-то из прошлых видео Мне один мужчина написал о том, что Он занимается этим мясом сыровяленым Часто и профессионально в большом объеме Ну как сказать, в средне-большом Для обычного фермера И он вымачивает это мясо Представляете, в бачке в унитазном Говорит, семья большая Постоянно проходит Смывает воду Водой холодное мясо в бачке в унитазном Заливается снова и снова И воду экономим И мясо промываем Вот такой вот стратегический ход был Конем Так, все, ополаскиваю И сейчас взвешиваем И да, кстати, посмотрим с вами остатки соли Видите, в ячейке, где мы с вами листы сняли В общем, здесь ничего не стекает Ничего тут нету Вот так вот И какой вывод Мне больше понравилось укладывать на ячейку ткань Тогда мы четко можем отсечь Именно вот эту вот жидкость Которая будет стекать вниз С бумагой лапши не вышел 1417 Итак, теперь посмотрим на бедро мы с вами Бедро, значит, 670 грамм 12 грамм соли мы на него потратили И так Сухую соль я убрала его Пролежав двое суток в старой соли То есть я поменяла соль на третьи сутки Третьи сутки закончились Посмотрим, сколько оно потеряло На вторые сутки оно весило 636 грамм То есть оно потеряло 5% Меньше, чем куски без кости 556, вот смотрите, насколько оно похудело еще Было 636, а стало 557 сейчас грамм Все высчитаем, все будем вести по правильному Сейчас я его буду замачивать на 2 часа Время у нас сколько? Время у нас куча, время у нас Блин, люди, я ничего не понимаю Сегодня 30-е число С 24-го числа это мясо лежит в таком виде в холодильнике Но, кстати, оно только вкуснее пахнет Что так можно было, знаете, как в этом меме То есть можно было не тратить тонны соли А можно было вот так его засаливать Оно не становится, кстати, особо тверже Но оно ароматное Такое, что некоторые пришли сюда попастись Вот это да Ладно, до 8-го декабря, согласно рецепту Я буду его держать здесь А сейчас покажу, что я сделала с другими кусками Где они у меня висят Ну и вот первая часть мяса Которая представляет из себя кусок выгула Кусок загона И бедро Вот эти три кусочка у нас висят при температуре Ну, знаете как, 5-10 градусов Когда Сашка топит здесь печь Что, ну, может быть, 12 Вот так Посмотрим, какая ферментация мяса произойдет здесь Она должна затянуться Быть более долгой И такой, как сказать Насыщенной, долгоиграющей ферментации Ну, посмотрим Вообще рекомендованная температура Насколько мне помнится 16-17-18 до 20 градусов Ну и такой способ мы тоже попробуем Ну и вот Три кусочка у нас с мясом Кофта просто постелена На всякий случай Мне сказали, если капнет на инкубаторы Особенно на новые Будет из меня мяско Сыровяленое Поэтому я без риска для жизни постелила кофту Кусок Выгульный Загонный И бедро Та же самая история Только у нас здесь с вами 15 градусов Чуть-чуть больше Вот Тут вентилятор, соответственно Инкубаторный Тоже нагоняет немножко ветерочек Ничего, в общем, такого критичного И еще на момент Самого вывода Я, конечно, отсюда заберу мясо Потому что все-таки будет пыль А цыплятки там все это дело Пылят очень здорово, сами знаете Но пока здесь повисит Вот такая у меня история На 30 ноября Итак, сегодня 8 декабря Будем взвешивать И смотреть промежуточное взвешивание Насколько у нас похудели кусочки И дописывать вес Потому что сегодня у нас Время Х для индейки Которая томится в холодильнике Все еще в специях без соли Если помните Я даже боюсь доставать Так, по нулям весы Смотрим 520 И записываем Так, восьмое Двенадцатое 520 Так я сделаю со всеми кусочками Здесь 3 И 3 из инкубатория Ну что сказать Запах хороший Цвет хороший Мне нравится Ничего она там особо Влаги не дала Вот Сейчас я буду смывать Эти специи Которые уже свое отработали Сильно не замачивать Ничего не делать Просто смыть их И вот эти специи Я обжарю Так Хмель сунели Красная паприка Сладкая Итальянские травы И кориандр И куркума Вот Вот это все Сейчас буду обжаривать Перемешивать И добавлю сюда еще Черного перца Все это делаю на глаз Все по вкусу В общем-то Мясо помыли Заматываю в полотенце Ставлю под гнет Ненадолго Чтобы оно стекло А сама пока буду Жарить специи В марле выдавленный чеснок Немножечко Вот так Я это делаю Все промокнуем И буду Обсыпать специями У меня нет Никакой специальной Оболочки Которая Хорошо бы Для такого мяса Была У меня И у меня нету Даже Пекарной бумаги Так что Я придется Мне по старинке Как и делала Сделаю все это Дело Этим Бинтом Замотаю Поплотнее И повешу Ничего мне Больше Не остается Получилось Вот так Дамы милые Кого смущает Желтизна рук От куркумы Пожалуйста Одевайте перчатки У этих двух кусков Была общая карточка Завожу две отдельные На одну из них Переписала На всякий случай Под вторую Вот эту подсун Да Так Запишем сейчас вес Это важно По этому весу И будем контролировать Усушку мяса 810 грамм 810 грамм Это пусть будет Вот этот кусок И второй 570 Ну там еще булавка И эти бинты Ну пока так 570 грамм Это на 8-12 Все Сушим Ну что повесим В разные места Да Как и предыдущие Варианты Сделаем Один Гаражный И один Поедет у нас В инкубаторий Итак дорогие друзья На прощание Вам скажу Что отменяется Удушение Меня жабой В свете того Что я смогла Высушить Абсолютное большинство Соли Вот По этой причине Я смогу Этой солью Воспользоваться Еще раз И засолить Наверное Ни одного Индюка Сделать Суровяленым Просолить Как следует И В следующем видео Мы с вами будем Уже говорить О готовом Результате Что нам понравится Что не понравится Посмотрим Как что происходит В итоге И какой способ Нам больше всего Понравится Оставайтесь с нами Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok